Каждый раз Каждый раз, идя на тренировку со своими подопечными, тренер ставит перед собой задачу, как найти новые формы и методы в освоении техники вольной борьбы. Тема занятий – переводы и сваливания. Несмотря на относительную простоту их технического исполнения, они очень результативны и приносят успех на соревнованиях любого ранга. При освоении этой группы приемов тренер должен объяснить и наглядно показать суть и структуру техники переводов и сваливаний, выделить основные элементы, их связь между собой и с другими приемами. В этом фильме рассматриваются все группы переводов и сваливаний. Характерным элементом переводов этой группы является рывок атакуемого за руку, руку и шею, ногу. Посмотрите несколько вариантов переводов рывком. Захватом плеча и шеи сверху. За руку и бедро сбоку. За ногу. За ногу с подсечкой. Остановимся подробнее на переводе рывком за руку с подсечкой дальней ноги, выделив основные фазы. Захватив запястье и плечо противника изнутри, атакующий тянет его на себя вправо, готовя подсечку. Затем, делая рывок, переносит захват на туловище, одновременно разворачивается вправо и подсекает. Продолжая тягу и разворот, переводит соперника в партер. Защищаясь от перевода рывком, атакуемый освобождает руку, либо сковывает соперника различными захватами. При контратаке используются следующие приемы. Бросок под воротом с захватом руки. Сбивание захватом бедра и туловища, зацепом голенью снаружи. Захватом бедер. Бедра и туловища сбоку. Сбивание захватом руки и зацепом голенью изнутри. Захватом руки и зацепом голенью снаружи. Броском под воротом, захватом запястья и бедра. Проследим переводы рывком в некоторых связках и комбинациях. Начиная с перевода рывком за руку, атаку можно закончить. Броском, поворотом, захватом одноименной руки и ноги. Сбивание захватом руки и туловища, зацепом голенью одноименной ноги изнутри. Сбивание захватом руки с зацепом голенью изнутри. Сбивание захватом туловища, зацепом голенью снаружи. При выполнении этой группы приемов, борец проходит нырком под рукой соперника, заходит сзади и переводит его в портер. Перевод осуществляется за счет тяги и зависания. При выполнении приемов, чаще применяются захваты, За шею и туловище, за шею и бедро, руку и туловище, руку и бедро. А вот варианты переводов нырком с этими захватами. Захватом шеи и туловище сбоку, шеи и бедра сбоку, руки и туловище сбоку, руки и бедра сбоку, захватом туловище сзади. Рассмотрим подробнее технику перевода нырком захватом туловища сбоку. Атакующий, выполняя тягу за руки на себя вверх и приседая, начинает движение под руку. Сделав рывок и прогибаясь, захватывает туловище соперника левой рукой, одновременно с захождением выполняет тягу за туловище, убирая левую ногу и продолжая тягу, переводит противника в портер. Атакуемый, защищаясь, блокирует выполнение НРК за счет маневрирования, и сковывающих захватов. При контратаках применяет скручивание захватом шеи сверху и плеча снизу. Перевод выседом, захватом бедра через руку. Бросок под воротом с боковым отхватом. Сваливание скручиванием с отхватом изнутри. Некоторые связки и комбинации переводов НРК. Атакующий начинает броски наклоном, заканчивает переводом НРК захватом ног. Или, начиная атаку переводом НРК, заканчивает переводом вращением за руку. Броском наклоном, захватом ноги. Сваливание скручивания. Отрабатывая переводы вращения, тренер обращает внимание спортсменов на движение туловища, сочетающее прогиб с поворотом спиной к партнеру. При плотном захвате руки перевод может выполняться как бросок, атакующий при этом зависает на захваченной руке или ноге противника. Некоторые варианты переводов вращением. Захватом руки противника двумя руками. Захватом за руку с броском. Захватом ноги вращением внутрь. Захватом ноги вращением наружу. Основные фазы перевода вращением захватом руки. Захватив руку, атакующий шагом левой ногой вперед-вправо начинает вращение. Продолжая вращение и прогибаясь, он увлекает соперника за собой на ковер. Удерживая его руку, освобождает голову, поднимая ее вверх. Перехватив правой рукой за туловище и перенеся ногу, удерживает атакуемого в портере. Захватом туловища с рукой и перемещаясь. Выполняя встречное движение забеганием. При контратаках накрывает захватом туловища и руки в момент начала вращения. Или накрывает зашагиванием в момент начала финальной фазы перевода. Посмотрите комбинацию. Захватив ногу для перевода вращением, атакующий, используя защиту соперника, выполняет бросок прогибом захватом туловища сбоку. Или начиная с перевода вращением за руку, заканчивает сваливанием, сбиванием, захватом ног. Переводы выседом чаще применяются как контратакующие действия. Тренер демонстрирует атакующие и контратакующие варианты перевода выседом. При выполнении приемов он обращает внимание спортсменов на характерные элементы выседов. Основным элементом здесь является захождение атакующего за соперника через сет с выставлением или отставлением ноги и различными захватами за ногу. Некоторые варианты переводов выседом. Захватом запястья и бедра через руку. Вариант контратакующий захватом бедра через руку. Захватом дальней голени сзади и изнутри. Захватом голени сбоку сзади. Рассмотрим перевод выседом на контратакующем варианте захватом бедра через руку. В момент прохода к ногам, атакуемый, перемещаясь влево, захватывает плечо и переносит правую руку для захвата бедра. Захватив бедро через руку и выполняя сет, начинает разворот вправо. Наваливаясь на противника, переводит его на ковер, перехватывая левой рукой за туловище сверху, фиксирует его в портере. Защищаясь, атакуемый блокирует руку, удерживающую бедро, оттягивая захваченную ногу назад. Сковывает движение обоюдным захватом бедра. В контратаке используют встречную атаку выседом захватом бедра и голени сбоку. Встречную атаку захватом бедра и туловища. Это комбинация с контратакующим переводом выседом. Особенность этой группы приемов, скручивающая движение верхней части туловища атакуемого в сторону вниз, без предварительного отрыва его от ковра. Тренер должен акцентировать внимание спортсменов на правильности выполнения скручивающих движений. Варианты сваливания и скручивания. Захватом шеи сверху и руки снизу. Захватом шеи сверху и бедра изнутри. Захватом туловища сбоку и шеи сверху. Захватом руки с отхватом изнутри. Основные моменты в сваливании с скручиванием захватом рук с обвивом. Захватив партнера, атакующий в прыжке подводит опорную ногу под противника. Правую ногу выносит для обвива ноги. Наклоняясь вниз влево, делает маховое движение вверх обвитой ногой. Распуская захват запястья и продолжая скручивание, накрывает соперника сверху. Защищаясь, атакуемый блокирует выполнение обвива. Освобождает захваченную ногу. Перемещается и сковывает захваты. Контр-атакует сбиванием захватом туловища и голени. Броском под воротом захватом запястья и плеча снизу. Броском прогибом захватом туловища сбоку с подсадом. Посмотрите в комбинации. Атакующий готовит бросок поворотом, мельницу, сняв руку с шеи и захватив ее двумя руками. Используя защитную позу соперника, атакуемый переходит на сваливание скручиванием захватом шеи сверху и плеча снизу. Сваливание сбиванием проводится за счет толчка соперника плечом или грудью. Контр-атакует ворот, не наблюдается. Контр-атакует. Контр-атакует. Контр-атак. Контр-атакует. Контр-атак. Варианты сваливания и сбивания важно обратить внимание на подготовку к сбиванию, захватом голени и бедра сбоку, захватом ног спереди, захватом руки и туловища с зацепом изнутри, захватом руки и туловища с зашагиванием. Вот основные фазы этого приема. Сняв руку соперника с шеи, атакующий готовит зашагивание. Осуществляя захват руки и туловища, он зашагивает левой ногой за соперника. Не меняя захвата, толкает противника назад вниз влево, блокируя его опорную ногу, а прокидывая его на спину, удерживает в опасном положении. Защищаясь, атакуемый блокирует захваты, сковывает движение. Действие перемещается. Контр-атакуя, выполняет бросок под воротом захватом рук. сбивание захватом туловища и бедра с зацепом голенью изнутри. Бросок прогибом, захватом руки и туловища с подсадом. Одна из комбинаций. Атакующий начинает выполнять перевод рывком, захватом плеча и шеи сверху. Используя защитные действия соперника, выпрямление и освобождение головы, переходит на сбивание захватом руки и туловища за шагиванием. Успешное применение переводов и сваливаний можно увидеть в кинофрагментах соревнований. Столица Бурятии Улан-Удэ. Кинокадры с чемпионата страны по вольной борьбе 1981 года. Мастер спорта международного класса Гурген Багдасарян полулегкий вес выполняет перевод рывком за ногу. Его противник мастер спорта международного класса Михаил Костапула. Сбивание захватом голени и бедра сбоку. Встреча с Анатолием Белоглазовым. Гурген проводит сбивание захватом ног спереди. Комбинация перевод нырком. Взбивание захватом голени и упором в бедро изнутри сзади. Хватка носят напряженный характер. Перевод рывком за ногу. Гурген Багдасарян вновь добивается победы. И вот финальный поединок с Сергеем Белоглазовым. Острая борьба. Достойные соперники. Гурген уступает Сергею Белоглазову и становится серебряным призером чемпионата в полулегком бедре. Александр Пичугин. Весовая категория 90 килограммов. Взбивание захватом ноги. Комбинация Пичугина начата переводом рывком за руку. Заканчивается сбиванием захватом стопы и туловища сбоку. Александр Пичугин становится пятым во втором среднем веке. В этой же весовой категории заслуженный мастер спорта Санасар Аганисян в схватке с мастером спорта Союза СССР Виктором Труновым. Перевод рывком с захватом плеча. Чай шеи сверху. Сваливание, скручивание, захватом руки с отхватом. Комбинация, перевод рывком, захватом плеча и шеи сверху, сваливание, скручивание. Выиграв все поединки, Санасар становится чемпионом страны 1981 года. Итак, чемпионат еще раз подтвердил, что переводы и сваливания в вольной борьбе являются наиболее результативными. Хорошее техническое исполнение и своевременность их применения помогают советским спортсменам добиваться самых высоких результатов на всесоюзных и международных соревнованиях.